А вы в курсе, что в Сочи уже более 100 спортсменок занимаются чирлидингом, видом спорта, сочетающим в себе элементы шоу, танцев, гимнастики и акробатики. На курорте уже даже сформировано 5 команд из девушек и девочек разных возрастов. И совсем недавно они вернулись с чемпионата и первенства Краснодарского края по чирлидингу. Как прошел турнир, много ли участников он собрал и, конечно, кто завоевал заветные медали. Об этом и многом другом и в целом о развитии чирлидинга в Краснодарском крае расскажем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы вице-президент Федерации чирлидинга Краснодарского края Марина Яманова. Марина, здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти. Но расскажите, как давно в Сочи начал развиваться чирлидинг. Насколько я знаю, все началось с группы поддержки для одной из футбольных команд и вот сегодня уже целая федерация чирлидинга Краснодарского края существует. Как все начиналось? Да, в Сочи именно начиналось все с группы поддержки футбольного клуба «Жемчужина». Когда-то мы были просто группой поддержки, но с закрытием клуба мы решили не останавливаться на этом. Очень увлеклись своим занятием и решили заниматься уже чирлидингом профессионально. После этого мы создали федерацию чирлидинга как в Сочи, так и Краснодарского края. Какой это год был? Это был 2012 год, конец 2012 года. И после этого у нас и началось именно развитие этого вида спорта как отдельного именно структуры спортивной. Не просто как группы поддержки, а именно как вида спорта. Ну как долго вот этот путь шел к тому, чтобы вас не ассоциировали с танцами, с помпонами просто, а воспринимали вас серьезно как вид спорта? Вообще в России уже с 2007 года чирлидинг стал отдельным видом спорта. Начали проходить первые чемпионаты первенства по чирлидингу. Также могли спортсмены завоевывать различные разряды, получать как кандидата в мастера спорта, так и мастеров спорта конкретно по этому виду спорта. И нам стало это тоже интересно. Поэтому мы сделали федерацию в городе Сочи, поскольку эта ниша была абсолютно свободна. Никто в Сочи этим не занимался. И мы, скажем так, как первооткрыватели в Сочи, в Краснодарском крае. Очень сложно было привлечь детей, спортсменов сюда, поскольку это было что-то новое. Даже название само чирлидинг звучало каким-то иностранным словом, о котором никто ничего не знал. Приходилось объяснять, что это такое, какие элементы в себя включает этот вид спорта, насколько он интересен. Ну вот я думаю, что все-таки мы шли к этой цели достаточно упорно и добились своего, поскольку сейчас у нас уже достаточно большая федерация, в которой включает в себя большое количество спортсменов, как от маленького возраста, так и до взрослых девочек. Ну то есть в Сочи цифра более 100 спортсменов. Да, все верно. Ну все-таки какой подготовкой нужно обладать, чтобы стать чирлидером? Потому что и акробатические трюки нужно выполнять, и хорошо двигаться, танцевать, обладать пластикой. Мне кажется, очень много набора элементов, очень широкие. Да, все верно. Но мы берем деток буквально с нуля. Я считаю, что всему возможно научиться было бы желание. Мы для этого и существуем, чтобы обучать, особенно деток, которые хотят заниматься этим вид спорта, что мы готовы им помочь. Поэтому берем абсолютно даже неподготовленных детей. А уже для соревнований, так как есть там определенные несколько номинаций и несколько требований к данным номинациям, нам приходится в эти рамки как-то укладываться. Поэтому мы вынуждены на соревнования и с тех деток, которые у нас занимаются, приводить отбор. Но, насколько я знаю, более старшие девочки, они уже даже выступают и пробуют себя в роли тренеров для более младших девчонок. Да, я считаю, что они уже достаточно подготовлены и готовы к тому, чтобы преподавать и вести группы уже самостоятельно. Они несколько лет занимаются сами и уже занимали призовые места, особенно в Сочи, либо по краю, либо даже на Южном федеральном округе. Поэтому я считаю, что они достаточно готовы для того, чтобы быть тренерами самостоятельными. Конечно же, я их не оставляю. Одних в этом деле помогаем всячески, просматриваю их программы, корректирую, корректирую тренировки, так или иначе им помогаю. Поэтому, в принципе, я думаю, что у них есть будущее, как у тренеров. А сколько вообще в целом сегодня педагогов много, которые могут свой опыт, свое умение передать подрастающему поколению? Именно профессиональных людей, которые могут преподавать черлидинг? Ну, в Сочи, к сожалению, я и Светлана Галицкая, наверное, те, кто единственное занимаются черлидингом, именно как профессионально. Потому что есть такая грань тонкая, как группа поддержки, либо черлидинг. Многие считают, что черлидинг – это просто танцы с помпонами. Достаточно сделать любой постановочный номер, взять в руки помпоны, и все, и быть командой черлидинга. Это абсолютно не так. Есть некоторые требования к группе поддержки, выполнение нескольких элементов сложных. И именно обучение этому есть, как в Москве, например, в Ростове и других городах. Мы все это прошли самостоятельно, не только теоретический курс, но и практически много-много тренировались, изучали. Поэтому я думаю, что в Сочи, к сожалению, других педагогов у нас пока нет. Но мы растим их самостоятельно, хотим, чтобы наши воспитанницы тоже в дальнейшем могли также создавать свои большие команды. Марина, вы являетесь вице-президентом Федерации черлидинга Краснодарского края. Почему федерация базируется именно здесь, у нас в Сочи, в этом городе Кубани? Все просто, потому что мы сами, те, кто ее основали, находимся именно в этом городе. В свое время, когда здесь проводили самый первый чемпионат города по черлидингу, к нам приезжал вице-президент Федерации черлидинга России. Посмотрела на все, что мы пытались сделать. Тогда еще на достаточно, может быть, не таком высоком уровне, как это происходит сейчас. И тем более спортсменов у нас было очень мало. Но она в нас поверила и доверила открыть именно отделение здесь, как Краснодарского края, здесь в Сочи. С тех пор мы этим и занимаемся. Ну и Сочи уже принимал несколько крупных соревнований по черлидингу. Да. Каждый год мы проводим чемпионаты первенства города в Сочи. К нам приезжает порядка 800 спортсменов с разных городов России. Это очень масштабное соревнование. Каждый год мы приглашаем все регионы, которые есть в Федерации. И люди отзываются, потому что Сочи нравится именно как город-курорт. Они хотят совместить приятное с полезным. Как отдохнуть, так и посоревноваться. Ну да, вот одно из последних соревнований практически на берегу моря, да, в Эмеретинской изменности прошло. Мы совместились с пляжными играми. Это было очень зрелищное мероприятие. Даже сами организаторы пляжных игр не ожидали, что черлиниг настолько массовый и интересный вид спорта. Потому что было представление достаточно скудное о нашем виде спорта, но мы это развеяли. Но если говорить в целом по краю, в каких сегодня районах или городах Краснодарского края культивируют этот вид спорта? Где он развивается активно? Непосредственно сам Сочи. Мы с него начинали развитие. В 2012 году мы сделали первую команду именно в городе Сочи. В Дагомысе тоже есть команда, которая занимается черлинигом. И дальше по районам. Это Павловская, Кореновск и сам Краснодар, конечно, тоже. С прошлого года открыли свою федерацию. Мы им помогли это сделать. И вот тоже развиваются достаточно быстрыми темпами. Что в этом году мы провели у них даже чемпионаты первенства края. Ну то есть получается, что в Краснодарском крае уже много очень команд, которые занимаются черлинигом. И мне кажется, ваш вид спорта тоже решает очень важную задачу. То есть это не только стремление к спорту высших достижений, но и доступность спорта, развитие массового спорта. Правильно? Потому что не каждый стремится, может быть, к разрядам и медалям, а просто хотят вести здоровый образ жизни. На это вы наверняка тоже нацелены и нацеливаете детей. Конечно. Так как это вид спорта, непосредственно понятно, что это активный здоровый образ жизни. И некоторые детишки приходят для того, чтобы просто позаниматься и быть в форме. Потому что он себя включает как элементы акробатики, гимнастики и танцевальный элемент. Это интересно, красиво. И детки поэтому приходят заниматься. А впоследствии, когда они видят, что команды уже ездят на соревнования, их это тоже заинтересовывает. И они начинают уже стремиться, чтобы попасть в команду, именно выезжать на соревнования и завоевывать какие-то места. Ведь деток это большая перспектива, чтобы получать какие-то разряды спортивные, книжки свои спортивные открывать и так далее, повышаться как спортсмены, это очень здорово. И плюс быть физически развитым. Да, кстати, о том, что нужно развивать не только спорт высших достижений, но и массовый спорт, говорит губернатор Краснодарского края Вене Амин Кондратьев. Он ставит задачу делать спорт доступным для всех. И давайте послушаем его мнение на этот счет и после продолжим. Я в первую очередь за спорт и не преследую цель, чтобы мы создавали систему спорта ради спорта высоких достижений. Для меня принципиально спорт ради здоровья нашего поколения, подрастающего. Я за нижнюю планку вот этой пирамиды, потому что она, наверное, самая главная. На ней все стоит. Я все-таки для себя пока не сложил, как нам эту нижнюю ступень, нижнюю планку, основной, фундамент пирамиды сделать прочным. Сделать так, чтобы потом все высокие достижения на нем можно было построить. Я уверен, что для этого нужны будут деньги. И вот, кстати, еще одна очень интересная цитата губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он сказал, что спорт для Кубани также важен, как, например, сельское хозяйство или как промышленность. Вот вы согласны с этим утверждением? Конечно. Мы абсолютно полностью за это высказывание. Считаем, что наш губернатор абсолютно прав, поскольку Сочи, тем более Сочи, это у нас спортивный город. Поэтому любой вид спорта здесь актуален и интересен. Поэтому мы, я считаю, тоже вносим какой-то свой вклад в развитие спортивного города Сочи. А Министерство спорта Краснодарского края вас поддерживает? Абсолютно, да. В этом году, так как мы проводили его непосредственно в самом Краснодаре, чемпионат первенства Краснодарского края, Министерство спорта очень активно нас поддерживало, за что им большое спасибо. Это был первый чемпионат первенства края именно. Для нас это было такое ответственное мероприятие, как самое начало, старт, скажем так. И он очень прошел успешно. А как много команд собралось на турнир в Краснодаре? Мы сами не ожидали, что будет такое количество больших спортсменов, что столько заинтересованных в нашем виде спорта детей окажется. Порядка 30 команд уже приехало на этот чемпионат. Но я думаю, что это не предел, поскольку есть несколько еще команд, которые все-таки по каким-либо причинам не смогли присутствовать на данном чемпионате. Но я думаю, что впоследствии мы тоже всех вместе объединим и сделаем на будущий год еще более масштабное мероприятие. Ну, 30 команд – это высокий уровень их профессионализма? Или это тоже какие-то начинающие чирлидеры? Или, в принципе, высок был уровень в целом турнире? Разные команды были, буквально начиная от самых-самых маленьких, которые только первый год занимались в этом году. Это 5-6 лет. Конечно, они малышки совсем, буквально несколько месяцев занимаются этим видом спорта. Они тоже уже поехали попробовать даже посмотреть, что это такое чирлидинг уже глазами спортсменов. Ну и команды, которые уже несколько лет тренируются и занимаются, даже получают призовые награды разные. Ну и из этих 30 команд, 5 команд было сочинских, которые тоже участвовали в чемпионате первенства Краснодарского края. Каких успехов нашим сочинским спортсменам удалось добиться на чемпионате? Самая старшая наша команда, которая называется «Жемчужина», возраст от 16 старше, привезла с этого чемпионата золото. Теперь мы планируем поехать на чемпионат и первенство России, либо на Кубок России, чтобы повышать свои спортивные разряды. Потому что хочется все-таки, чтобы они росли как спортсмены, поскольку они являются, мы уже проговорили, тренерами. И было бы, конечно, более эффективно, более интересно, чтобы они занимали какие-то спортивные должности уже совсем другие. Также деток хочется отметить. Детки у нас ездили совсем новые команды, буквально собранные в этом году. Это малыши 5-6 лет. Они принесли тоже первое место. Это, в принципе, хороший результат. И детки, которым 8-11 лет, две сочинские команды были, тоже привозили, правда, третье место, бронзу. Но я считаю, что это все равно успех. То есть у нас получается два золота и две бронзы. Мне кажется, это замечательный результат. А кто был главными соперниками нашей команды? Кто наступал на пятки, в том числе нашей взрослой команде «Жемчужина»? Город Краснодар. Потому что, несмотря на то, что они очень недавно существуют, опять же, именно федерацию черлининга, они раньше пробовали просто как группа поддержки, либо отдельные команды, не прикрепленные никакой федерации. А в этом году у них образовался федерация, они очень много команд уже тренируют. И, конечно, такие хорошие у них тренера, и сами спортсмены подготовленные. Поэтому было непросто соревноваться с ними, но у нас все получилось. Марина, скажите, а вот в перспективе, как бы вы хотели видеть федерацию черлининга Краснодарского края? Может быть, осваивать новые районы, новые города, проводить соревнования не только в Сочи и в краевой столице, а где-то еще? Как вы видите вот это развитие? Прежде всего, мне хочется, чтобы по всему Краснодарскому краю знали, что такое черлининг. Он был развит даже буквально не то, чтобы в каждом районе, а в каждом городе, который относится к нашему Краснодарскому краю. Даже в некоторых регионах хочется, чтобы школы, возможно, ввели либо третьим уроком черлининг вместо физкультуры. То есть хочется, чтобы это было развито везде по городу. Это очень интересно, красиво и зрелищно. Плюс это вид спорта. Поэтому я думаю, что должно все получиться. А для того, чтобы люди больше узнавали об этом виде спорта, может быть, стоит выступления ваших команд включать в какие-то городские мероприятия, как вам кажется? Конечно, это очень зрелищно. Мы уже несколько лет поддерживаем разные турниры спортивные, которые существуют в крае, либо проводят чемпионаты России по различным видам спорта тоже в городе Сочи. Мы их поддерживаем. Поскольку у нас своя федерация спорта, то мы между федерациями общаемся достаточно хорошо. И поэтому мы готовы всегда поддержать другую спортивную федерацию, поскольку кто, кроме нас, это может сделать? Давайте поддержать своих. Плюс мы выступаем на различных городских выступлениях, которые есть в городе, либо в других спортивных площадках. Бывают, приезжают, например, там, не знаю, Олимпийские игры это были, Формула-1, такие крупные, казалось бы. Даже на таких крупных? Да, мы и такие соревнования поддерживали. Про нас уже узнают, нас приглашают, и это очень приятно. Ну и, насколько я еще знаю, в завершении нашей программы хотелось бы, чтобы вы, Марина, пригласили в вашу секцию, в вашу большую семью новых спортсменов. Насколько я знаю, вы ждете не только девушек. Да, очень хотелось бы видеть и юноши в нашем виде спорта, поскольку у нас есть отдельная номинация, такая как Чир, где у нас активно используются поддержки, пирамиды, станты, акробатика, и там без юноши, ну, никак не обойтись. Хотелось бы развиваться в этом направлении. В Сочи, к сожалению, думают, что Чирлидинг это танцы с помпонами. Опять же, опровергну, это все не так. Хочется пригласить юноши, именно для поддержки, для усиления нашего коллектива. Ну, вот, насколько я знаю, в соревнованиях, которые прошли в Краснодаре, там были парни, да, в командах? Да, это уже в более старших командах уже присутствовали ребята, но, опять же, это только команда Краснодара. В Сочи пока у нас это не развито, но постараемся, чтобы это охватить. Ну, ждем тогда молодых людей. Ждем. Ждем обязательно. Спасибо вам большое за очень интересный разговор. Надеюсь, Чирлидинг будет развиваться и, наконец-то, в понимании людей, окружающих, он станет видом спорта, а не танцами с помпонами. Спасибо вам большое, что пригласили. Очень было приятно присутствовать в вашей студии и общаться с вами. Спасибо большое. Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Я напоминаю, что гостем нашей студии была вице-президент Федерации Чирлидинга Марина Иманова. А в студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в эфире.